Артёмовский городской округ достаточно большой. В его состав входят небольшие сёла и деревни, но в них тоже живут люди, которым необходимо внимание и помощь. Да, люди, наделённые властью, ездят по городам и сёлам, встречаются с их жителями, но они не могут угадать, где конкретно и какая именно нужна помощь. А вот жители села Шогринское Артёмовского района не ждут сложа руки. Для председателя районного совета ветеранов Виктора Морозова 7 февраля состоялась встреча депутатов Законодательного собрания Свердловской области и жителей села. Жители собрались в основном пожилого возраста и в своих вопросах не стеснялись. Самый горячий вопрос прозвучал из уст бывшего руководителя совхоза. Что дальше будет с селом? Оно развалилось, а перспективы нет. Там курица, там баран заблеет, там утки загогочивает, там коровы замочить, всё это не подобное. Сейчас я встаю, мертвая тишина. Когда у нас разваливался союз, понятно, что мы сидели и смотрели, как многие из нас, когда мы ходили, разваливались союз, никто ничего не провели, никто не отстоял, это первое. Второе, вот что привело, вот вы как руководитель, наверное, вы понимаете, что привело к тому, что у вас, сколько у вас там было коровками? Без 2 тысячи, сейчас осталось там 60, вот что к этому привело? Нам сказали же, видя, сам, кто вам сказал? Ну, просто старались. Вы просто в этих условиях не смогли выжить. Не смотри, потому что повышение цен на электронель сразу подскочило. На бензин сразу подскочило. На технику подскочило. Если раньше я продал 3 коровы, я купил трактор. Мне сейчас надо купить комбайн, мне надо 100 коров продать. Развитие территории зависит в том числе и от людей. У нас же, вот что скрывать, вот мы сейчас собрались здесь, вот молодые, молодёжи очень мало. Почему? Потому что на самом деле не создаётся здесь производство, не создаётся. Жильём проблемы, закрываются почты, как бы, да, то есть, ну, например, закрывает школу. У нас получается, что люди переезжают, по всей видимости, в лучшем случае, в Артёмовске, в худшем, ну, или там, или ещё дальше, в Екатеринбург. Дети, которые уезжают учиться, они уже у нас не хотят возвращаться на село и работать. Почему это? Потому что на самом деле, я, Юрий Семёнович, в чём-то согласен, не во всём, но в чём-то, в том, что мы мало внимания уделяем, как бы, развитию, в том числе, сельское хозяйство. Потому что в своё время наши, в Даниколе, реформаторы, которые, там, Чубайсы, там, Немцовы, Гайдары, они сказали, что Россия находится в зоне рискованного земледенека. Развитие сельского хозяйства нам невыгодно. Нам выгоднее закупать всё за границей. Но вопрос о продовольственной безопасности, его никто не снимал, но в области это принят. И мы сейчас депутаты, вот хоть на нас там кидают камни, прочее, мы понимаем, что развитие сельского хозяйства, в том числе, необходимо. Что конкретно, вот, например, могу сказать, Барин провёл, сейчас у нас пилотный проект, Минрегион развития проводит, вместе там с банком, это создание, ну, типа мини-ферм, да, то есть на 7 лет человек берёт в аренду, то есть банку не помогает, да, и через 7 лет это становится собственностью человека, который взял это в аренду. То есть это своего рода стимулирование для развития сельского хозяйства, о чём мы говорим. В итоге разговор свёлся к тому, что молодёжь надо возвращать в сёло. Ведь старшее поколение уже не в силах поднимать его, хотя и имеет желание работать. Ну а молодёжь таким желанием не отличается. И в связи с этим встал другой вопрос. Вот я не знаю, сколько это было, закон с этого, наших детей не привлекать к труду. Ну, население нельзя привлекать к труду. Вот как это вот? А раньше в школах существовала практика летней отработки, когда ученики во время каникул должны были выполнять трудовую работу в течение некоторого времени. Сейчас же всё несколько изменилось. Мы и губернатору ставили вопрос, потому что нам обращали, что были в летний период детей задействовать. То есть там выделяется, в бюджете закладываются деньги. Наши дети, школьники привлекаются на выполнение каких-то работ и за это получают деньги. Хорошо это или плохо, каждый нашёл для себя ответ сам. Также существуют проблемы и в сфере торговли. Приезжал замминистра торговли, наверное, в осенью сентября. И где-то там сказано, что такой закон, что все неорганизованные торговли закрыли на улице. В связи с тем, что в этой конкуренции создаются организованные торговли. Вот я имею в виду, что на улице от молокола не продаются на улице. У нас рынка нет в городе. Где они вынуждены продавать? Подают на улице. Вот говорят, что это вот всё прикрыли. Ну и закон такой, где-то уже проект есть. Будет говорить, наверное, где-то там у вас в доме. Я не видел. Сейчас, наверное, будет. Потому что не в печати посвечало это. Такая практика существует не только в сёлах, но и в малых и в больших городах. Продают вот это и молоко, творог там и так далее. То есть, давно стоит вопрос об этом и не сдвигается, к сожалению. Чтобы оборудовать нормальное место, прилавки, люди нормально могли пользоваться этим. Таким образом, получается, что для подобного вида торговли условия лучше не создаются. Но и ликвидировать её никто не собирается. Жители села Шогринская очень активно вели диалог. И в итоге не от депутатов требовали решений, а выразили свой настрой на совместную деятельность. Мы хотим сами ещё зарабатывать. Это сами жите, зарабатывайте. Вот у вас хороший настрой. И депутаты, в свою очередь, предлагали реальные пути решения. Возвращаясь к программам развития сёл, мы всегда ставили с сервитарём нашим, с Рафимом, с Константином Михайловичем, задачу, чтобы каждый глава на территории ТОНСА подготовил программу, мини-программу развития села. Вот что нужно в 2011 году, что в 2012 году, что в 2013 году. Видение, понимаете, по каждому вопросу. Понятно, перспективное развитие это понятно, а вот такие шаги, которые село воды был на определённый уровень, так мы, к сожалению, этого и не добились. Понимаете? Исходя из этой программы, уже можно обращаться и к вам, и к депутату Государственной Думы, и к депутату областной Думы, и к исполнительной Васи, и так далее. Поэтому, конечно, вот такое предложение замечательно пошло, чтобы хорошо реализовать. Я предлагаю вам с головой обмозговать всё это. То есть, проекты, которые мы совместно... У нас совместки есть, уже у нас училие... Совместно. Понятно, что где-то будем привлекать частных инвесторов. Людей, которые готовы вложить деньги, средства. У нас люди, в том числе, занимаются сельскохозяйством. Чему заметно был рад Максим Иванов, так это тому, что жители этого села не просили сделать что-то за них, а просили некоторой помощи в начинаниях. Также жители села Шогринское подготовились к встрече и выстроили рейтинг самых волнующих людей вопросов. В первом месте, конечно, посовещавшим, это надборная башня. Ну, вот как мир он будет. Ну, поддержка. Дальше, потом идут дороги. Вот тут средства. Люди хотят, вот, производственные переулки, они все возникло, скончали, заасфортировали дороги. Да. И на первом месте у нас получилось урегулировать автобусное движение. 116 маршрут. 116 маршрут. Газель. Мы довольны. Расписание сменений. Но опять же, Газель. Нам нужен автобус. Ситуацию с автобусным маршрутом пояснил депутат Артемовской городской думы Константин Трофимов. Я был участником конкурсной комиссии, и действительно, все составлены маршруты, все составлено хорошо и грамотно. Но, так как у нас в территории работают одни участники, все посмотрели, где выгодно, где удобно, куда заявляют. С данным положением дел Максим Иванов не согласился и пообещал принять меры. Остальные вопросы он также взял себе на заметку для принятия по ним решений. Безусловно, люди, живущие в том или ином цивилизованном населенном пункте, пользуются различными услугами. Это и телефонная связь, и телевидение, и коммунальные услуги, и так далее. Разумеется, бесплатные им их никто не предоставляет. Да люди вроде бы и рады платить, но вот сберкассу в селе Шокринском закрыли ровно год назад. Максим Иванов предложил поставить банкомат, в котором можно будет оплатить все услуги. А Константин Трофимов уверил, что достаточно просто найти помещение для сберкассы, а для этого необходимо поднять данный вопрос на уровне местной власти. Были заданы и конкретные вопросы, касающиеся конкретных людей и семей, на которые Максим Иванов лично отвечать не решился, а посоветовал им обратиться со всеми документами к юристу, который приедет в город Артемовский 15 февраля и бесплатно сможет оказать юридическую помощь всем желающим. Вообще, Максим Иванов поручился за всю свою команду и за себя лично. Мне вот не стыдно с ними встречаться и смотреть в глаза. Потому что мы, во-первых, после их обещания даем, мы как бы делаем все для людей. Помогаем людям, вот и все. То есть можно красивые слова всегда говорить, но вот если брать по реальному делу, какие происходят, да, то есть в принципе, я говорю, что нам не стыдно встречаться. И не стыдно получать зарплату в той же очереди. Вот. Вы не думаете, что у нас там как бы, да, там, хлебом намазом, да, возможно, как он и каждый идет по своему пути. Кому кто-то там занимается там, ну, сельским хозяйством ему это нравится, да, становится там миллионером, не то, а там в дуне работают. Потому что и бизнес, иду в более успешных примерах. По итогам встречи и та, и другая сторона остались довольны. Вот очень хорошо такие встречи проводить. Вот почаще бы высказывать свое мнение, заслушать мнение депутатов. Ну, что-то для себя подчеркнешь, что-то они от нас возьмут для себя. Вот, может, нам чем-то помогут. Самое главное, нам всем миром как-то отремонтировать церковь. Мы пожилые люди, нам некуда деваться. Кроме телевизора что есть? Ничего. Встретились, поговорили, разговор вышел. Живой, интересный. Самое главное впечатление, которое я вынес отсюда, что люди заинтересованы в развитии территории. Они не сидят, они ждут, когда кто-то придет и что-то сделает, а сами предпринимают определенные усилия. Ну, я со своей стороны готов всячески помогать развитию территории. Ставить вопросы и по газификации, и по строительству дорог, и по развитию производства на этой территории. Почему? Потому что главное все-таки богатство территории – это люди. Люди, которые здесь живут, они заряжают свои энергии, оптимизмом, и хочется им помогать. Вопрос в том числе и духовности. Это мало территорий, где, наверное, сейчас с каждым годом больше, где восстанавливают храмы, в том числе. Вот Шогриш – это одна из тех территорий, где люди всем миром восстанавливают храм. И в этом мы тоже им будем помогать, договорились. Почему? Потому что возрождение духовности, возрождение территории – это основная цель, ради которой мы приходим и во власть, в том числе, и встречаемся с людьми. Основная и наша работа, в том числе и работа исполнительной власти – это встречи с людьми. Потому что не люди для власти, а власть для людей. Мы должны встречаться, мы, по крайней мере, встречаемся регулярно, как бы знаем проблемы, пытаемся их решать. Если кто-то не встречается часто с людьми, да, или не слышит проблемы, это, безусловно, это трагедия. Тех территорий, где руководство не слышит своих избирателей, не слышит своих жителей и не прислушивается, и не пытается решать те проблемы, которые возникают на территории. Только мнение людей о твоей работе, о том, что как развиваться, должно являться основополагающими, какие-то личные амбиции, действительно объективная оценка ситуации и развитие территории. То есть власть должна работать для людей и на людей. Что примечательно, несмотря на сложность и важность поднятых вопросов, сама встреча прошла ненавязчиво за чашечкой чая с домашними пирогами. Обсудив и приняв на заметку проблемы отдельного села, входящего в состав Артемовского городского округа, депутаты отправились на заседание общественного штаба в поддержку Владимира Путина по выборам президента Российской Федерации в 2012 году. Первая часть заседания прошла под председательством Максима Иванова. Каждый день в штабе, в полномышленном представителе президента, который является руководителем. Вчера тоже очередной штаб был. Вроде к работе нашего штаба нет никаких особых замечаний. У нас работа спланирована. Ваша работа, ваши встречи тоже как бы везде учитываются. Литература распространяется у нас. Я так понимаю, оппонентов еще нет у нас? Нельзя их никаких. Вот нам повезло, что у нас нет, а в других территориях уже это все вовсе идет. Вот опять же, хотелось бы, чтобы на наших штабах мы озвучивали те проблемы, которые у нас есть в территориях, хотелось бы услышать от вас, какие у нас проблемы на территории, как настроение вообще у людей, что нужно предпринять для того, чтобы было еще лучше. И первая проделанная работа отчиталась Татьяна Бабкина. Было такое мероприятие, как встреча с ветеранами, ветеранскими организациями. Но у нас совет ветеранов 16 человек, поэтому я подумала о том, чтобы было бы хорошо привлечь как можно больше людей старшего поколения. И для этого в рамках месячника патриотизма мы провели большой концерт перед ветеранами, людьми старшего поколения. Пригласила, просила Сергея Борисовича, он нам выделил специалиста, который, чтобы люди не так просто пришли поговорить, были заданы специалистам Управления социальной защиты вопросы, и они, значит, на них ответили. Присутствовал председатель ТОНСА Сергей Андрей Вячеславович. У нас идет полным ходом газификация создания кооператива частного сектора, поэтому очень было много вопросов от жителей села задано по газификации. Были, значит, я озвучила о том, что работает штамп в селе Покровском, значит, что часы приема с 8 до 10 каждый день, то есть я на работе, пока не начинается мой трудовой рабочий день, я занимаюсь вот этой общественной работой. Значит, уже сразу поступили кое-какие вопросы, два из них решили сразу же здесь при присутствии Андрея Вячеславовича и Харченко Светланы Валерьевны. Два вопроса, которые мне нужно порешать, будет вот к Сергею Борисовичу, может быть, обратиться к вам, там по инвалидной коляске, в отделении инвалидной коляски. В общем, предвыборная работа в селе Покровском ведется в обычном режиме. Затем слово взял Роман Мухлиев. Мы активно работаем по десанту Добра, у нас она продолжается, такой Покровский провели, вот, в самом одном месте там были, со штабом. Эта работа каждую субботу мы уезжаем, график у нас расписан. По профсоюзной линии, значит, мы провели тут три встречи уже, и еще было первое число встречи с нового этажа, в этом день профсоюзная активиста, провели такой крупный стол. Координационный совет, в принципе, всей моей идеи, самым производителем нашего, Владимир Владимирович Путина, договорились, значит, работаем с теми, такой схемой, что профсоюзная организация, организация собирает свой профактив, профактив собирает, естественно, профорганизаторов, профгруппортов из цеха отделения, это же, как у организации будет. И вот по этой собочке люди знают работу, то есть маленькими группами, то есть, соответственно, все собочки, вот такая средствия. На заседании общественного штаба собираются, чтобы оперативно принимать решения по возникшим проблемам. Такие проблемы есть и в поселке Буланаш. Был домик детского творчества у нас на Булнаше, но тоже очень много вопросов. Дом детского творчества относится к отделу образования, на ремонтные работы, на капитальный ремонт, вообще денег нет в отделе образования. И на сегодняшний день такая ситуация в доме детского творчества. 24 года кровля не ремонтировалась. И они с ужасом ждут весны. С ужасом просто-напросто ждут весны. Может еще отрицательно сказаться, ситуация по части ЖКХ, поселке Булнаш, есть в нескольких домах подтоплены подвалы. И вот сейчас ко мне люди обращаются, и пока я это дело сдвинуть не могу. Конкретно дом на сваях, там очень такая серьезная ситуация. В принципе, народ за стабильность. За стабильность. Самое главное, наверное, чего хочется. Еще одну проблему наших сел обозначил Сергей Темченков. Между Дрифанкой малой и большой Дрифанкой дети ходят в школу пешком, туда-обратно, понимаете? Это уже с года в год. И эту проблему все еще не могут решить. Вот эта проблема, она решилась бы для населения. И действительно бы народ увидел. Все данные проблемы Максим Иванов предложил четко сформулировать и представить 8 февраля на заседании кустового штаба с участием Анатолия Гредина. Продолжение следует...